Сделаны с промежутком, наверное, с шестилетним разрывом. Это два международных открытых конкурса. Это одна школа, которая была сделана, наверное, уже лет 8 назад. Это был проект в Климпленде. И вторая школа – это в Чехии, под Прагой. Это небольшое поселение, можно сказать, такое субурбия Праги. И очень важно, что эта чешская школа, с которой я начну, это, пожалуй, более прагматичное такое задание. И, может быть, это в какой-то степени более традиционный проект. То школа в Климпленде как раз была призвана стать таким местом идей. И для депрессивного города Климпленд очень похож по своей истории с Детройтом. Есть явная проблема и оттока населения, и неосвоенных территорий. И смена вообще парадигмы самого образа жизни, самого индустрии, занятости и всего. И поэтому на передний план выходит образование как основной такой триггер, который может это дело. И если вернуться обратно в Чехию, то это, наоборот, растущий мегаполис, у которого оккупируются все отресности. И бывшие села становятся самостоятельными игроками, у которых очень энергичное население растущее. Когда очень много молодых людей и такие постоянные амбиции по поводу какого-то роста и взаимоотношений. Что происходит в сегодняшней современной школе? Может, она успела скачать? Не, не, это информация. Это вроде ПДФ самая ручная. И если говорить о самом задании, то школа уже не рассматривается просто как учебное заведение. Если в Америке традиционно она огорожена проволочной сеткой, да, это какая-то ты не можешь войти контроля, то есть такой security по всему кругу. Вообще взрослым попадать, если они не родители и у них нет на то специального документа. То есть сегодняшние европейские школы, они становятся прежде всего общественными центрами. И в этом смысле такая рациональность, которая присуща школьным пространствам. И я бы сказал, такая многофункциональность стала нормой. Потому что это достаточно большая социальная инвестиция, которая имеет всю спортивную инфраструктуру, образовательную инфраструктуру и многое-многое чего. И она востребована по каким-то уже состоявшимся нормам полдня. То вопрос содержания хорошей школы становится важной экономической проблемой. Поэтому, как правило, решаются две задачи одновременно. Это создание общественного центра и школы два в одном. И это становится уже таким настоящим трендом. Особенно в сельской местности. Не так много еще каких-то фитнесов и так далее. И вообще такая инфраструктура могла обеспечивать всех жителей. Ну, помните, просто с флешки открыть. Ну, конечно, архитектуре очень сложно говорить без картины. Тем более моя презентация, на самом деле, про педагогические модели, ровно так и про архитектурное их обеспечение. Поэтому очень сложно, там очень много всяких диаграмм, которые как бы иллюстрируют все это дело. Ну, ага, каких-то штыкеров вот тут никак не в этом вышли. PDF, формат. Может, есть какой-то компьютер где-то еще? PDF вроде такой стандартный формат все, такой самый простой. Откройте вы через браузер, если это есть браузер. Ну, что вы за браузер? Да, попробуйте. У меня провода, я могу вот так экранчик показывать. Может быть, сесть ближе и эту же презентацию просто показывать. Ну, как мы работаем. Да, потому что архитектор без картинок, вы знаете, у нас настолько всегда простые презентации, потому что это всегда какие-то красивые, красивые картинки. Я сейчас встану, мне тогда придется, наверное, рассказать. Ну, ну, собственно, я уже в таком превьюде, у меня много вообще-таки тексты. И, собственно, сейчас меняется сама парадигма, да, кто такой образованный человек, да, какие должны, собственно, создавать для того, чтобы вот эта вся траектория образовательная, образование становиться, скажем, делом всей жизни и у всех многих. Могу вам сказать, что работая сейчас над переустройством здания будущей архитектурной школы из такого другого типа общественного здания и работая одновременно часть от части с IT-сектором, да, который уже заказывает новые формы работы и образования, встроенные как бы в это пространство, вот могу сказать, что практически современная школа, современные креативные индустрии и современные высшие учебные заведения имеют абсолютно одни и те же принципы, да. И, наверное, и вот вопрос, как формировать эту среду, наверное, лежит в том, какие, собственно, педагогические модели он обслуживает, да. И это, конечно, прежде всего, вообще весь мир педагогический, он строится на том, что это должно быть как-то весело и непринужденно, да. Вообще отношения даже в каких-то бизнесах, они носят вроде непринужденный характер. И очень-очень важнейший момент это, ну, как бы все делается в кайф, поэтому производительность невероятно растет, да. При этом вот это вот как бы очень важная содержательная часть и какие-то высокие, я бы так сказал, стандарты содержания, которые передаются друг другу во время образовательного процесса. И потом сам способ передачи, он должен быть очень такой неформальный, и тогда он лучше усваивается. И третья важнейшая, наверное, модель, что есть разные уровни передачи этого образования. Например, что очень важно... А мы не пробуем просто, я думала, может, мы попробуем, может быть, через браузер поправить? Может быть, в космос? Не, я пробовала через браузер. Не, не, я пробовала через браузер. Не, не, я пробовала, кстати, Саша, сейчас. И цены уже произойдет, а вот, что он взято в этом момент. И немаловажный момент, это о том, что передача происходит от педагога, тьютера в разных формах, когда это такая коллективная передача, когда это игровая, когда это проект, и тьютер выступает как консультант, когда он излагает, когда это лаборатория, то есть несколько раз туда-обратно, это уже такой пинг-понг, да. Но еще немаловажный момент, это связан с тем, что сами студенты, находясь в определенном, скажем, отдалении, может быть, от какой-то конкретной педагогической программы, то же самое, связанное с работниками IT-сектора, либо других креативных индустрий, очень важно, что они о чем-то говорят, и они часто обсуждают в том числе то, что у них было сейчас в образовательном плане, они обсуждают это же самое уже внутри своей среды. И это создает такую, как бы как раз, ты гораздо более доверяешь своим сверстникам, чем часто преподаватели и индустрии. И в том числе, ну то есть вот такое обучение через практику, это уже не те классы, да. Рекреационные пространства, как место коммуникации, тоже не то пространство. То есть это приблизительно то, что если перекладывая на язык города, да, почему города с развитыми публичными пространствами, они, как правило, набирают очень баллы, высоко ценится как раз эта социализация, которая и есть, собственно, передача важной информации. на самом деле публичные пространства обеспечивают как раз вот это вот такое образование внутри города. И, ну, интересно, что для, вот как образовательные пространства, они могут быть от абсолютно закрытого типа полуоткрытого до абсолютно открытых. очень здорово, когда такое образование среды есть. И вот эта среда, она как бы разделяется, если мы хотим создать самые разные опыты и самые разные формы этого образования, соответственно, вот эта среда, она должна где-то, скажем, создавать такую интимность того процесса, который происходит, где-то это такое более сотрудничество и какой-то уже какие-то вертикальность каких-то взаимоотношений. То же самое очень-очень важно в самой программе школы, скажем, не изоляция каких-то отдельных поколений, например, младших классов и старших, а, как правило, важнейший момент это создание уже таких вертикальных, вертикальных групп. И это связано с тем, как планируется школа. Я уже говорил о том, что в современном, вот в современной такой европейской парадигме то школа максимально интегрируется и в городскую ткань, и в городское пространство. И в том числе есть очень важные такие примеры, когда оно как бы визуально связано с городом, как бы вот дети, как они не изолированы из этой части, они как бы интегрируются в это пространство, они видимы, это как часть такой бьющей, бьющей что ли жизни. И в то же время школа подразумевает, прежде всего, такую еще и вторую свою функцию, как неких новых общественных центров. Вот очень-очень важная схема. Все-таки это такой теоцентризм, социоцентризм, антропоцентризм и натурализм. Вот какая-то натуральность, естественность, непосредственность и так далее. Потом школа, которая выстраивается на очень важной персональной траектории развития. Школа, которая создает такие какие-то социальные тренды. И вот советская школа в этом смысле, она социоцентрична, потому что это еще и идеология. И теоцентризм это уже школы, которые базируются на, прежде всего, каких-то религиозных, каких-то духовных установках и так далее. То есть это такой монастырский тип. Если говорить о современных трендах, либо те, которые мы выбрали как основной, это, скажем, такой баланс между антропоцентризмом и как раз натурализмом. И вот две схемы. Это предельное разнообразие в одной общей, скажем так, форме самых разных структур. У меня, конечно, всякие прикольные штучки и пространство там с детьми нарисованы. Как эти пространства выглядят, как они взаимодействуют. И второе, это уже сами блоки и так далее. Вся структура, условно, вот этих улиц школьных, они связаны, имеют общее пространство, имеют разнообразие самих пространственных форм, в которых эти элементы образовательные находятся. И как бы вот создание такого разнообразия как раз формирует человека разных форм. Ну и вот даже то, как расположены стулья, скажем, в каком-то классе, это настолько настраивает на самое разное, на такое более сотрудничество, на такой преподаватель как консультант, либо как демюр, который там что-то декларирует, там какую-то абсолютную истину и так далее. Очень многое зависит от того, как выстраивать диалог, от физического даже такого расположения разных групп, как делятся студенты, школьники, учащиеся мелкими группами, это какой-то амфитеатр, такое дискуссионное поле. И на самом деле вот такие всякие формальные элементы, они у нас имеют место. И самое главное, этот баланс между индивидуальным и разное масштабирование такого сопричастности, соучастия и так далее, все имеет место. Вот, скажем, такая лаборатория, где ты персонально выполняешь задания, но ты находишься в некотором поле такой дискуссии, и вот уже такой, как кластер, когда ты видишь, что происходит в соседней команде и так далее. Какие-то другие формы уже такой аудитории, которые могут выноситься на свежий воздух, куда-то переноситься в какие-то нетрадиционные пространства, и они на самом деле очень помогают проникнуть в какие-то проблемы, какая-то усваиваемость из самых разных таких комбинаций пространств, где это происходит. Но иногда и работают традиционные схемы. И сейчас начинается гибридизация, например, лестничные марши, либо вот то, что можно назвать такой инфраструктурой коммуникационной, оно тоже становится местом встреч, местом дискуссий, местом уже где проводятся лекции, занятия, какие-то учебные процессы. На самом деле в современной архитектуре школ нет правил, есть только естественная идея и очень важное разнообразие вот этих вот учебных форм, взаимодействий и пространства, это разнообразие. И сегодняшние современные школы являются как раз вот таким набором самых разных типологий, типов. Очень важно ощущение общего, это какие-то атриумы, большие процессы, сопричастности к какому-то одной идеологии, одному процессу, одних целей, ценностей, наверное. И при этом невероятное многообразие всяких форм. Конечно, надо говорить о том, может быть маленькая картинка, как эта школа выглядит, и вы видите, что ровно половина сегодняшней школы – это публичное пространство, и публичное пространство является зоной коммуникации, где поколения между собой знакомятся, и они передают самые разные знания, которые составляют, собственно, и багаж, знания через… То есть вот это поле некой социальной игры, через которую происходит тоже очень важная передача разных смыслов истории. Вот вы видите комбинация и амфитеатров, и больших пространств, и, может быть, даже каких-то важных траекторий для такого озорного, не знаю, какого-то времяпровождения. Это все такой непрерывный путь. И это был вот как раз проект Чехии, я не буду там останавливаться детально, но там сделано все так, чтобы, условно, весь этот поселок вполне там проводил, занимался спортом. Вот школьная столовая становится таким ресторанным для каких-то публичных местного сообщества, всяких мероприятий, и, в общем, ну вот это такой очень важный момент. Ну и вот девиз второго проекта, который ставил как раз вот такую новую парадигму, и он больше был, это вот школа в Климлинге, опять же, такого города той же природы депрессии, что и Детройта. И, в общем, наш девиз был сотрудничать, чтобы учиться, и учиться, чтобы сотрудничать. То есть мы как раз строили всю систему, систему своего как бы проекта своих пространственных отношений. И, в общем, вот таким хорошим, это было как бы деление клетки и строение клетки. И, ну, прежде всего, здесь была еще задача еще более амбициозная, потому что по самому заданию важно было смешать практически дошкольный возраст, школьный и уже high school, и все это должно было быть в одном здании. Поэтому здание должно было включить новую парадигму, ну, как бы вообще восприятия отношения к миру, через, как бы, минус автомобилизация, плюс экология и какую-то смену, смену, может быть, такой индустриальной, собственно, картинки. Поэтому, принципиально, что мы сделали? Мы сделали большой сад, который, и назвали проект School Garden, который, по сути дела, покрыл всю площадь отведенного участка для школы. И мы создали самые разнообразные полуоткрытые, полузакрытые, очень мобильные такие радиальные зоны, и на них, ну, как бы, создали такие разнообразное количество кластеров, которые меняются, и которые, как бы, плавают вот в этом общем пространстве школы. Ну, и вот те, которые были, скажем, и такой вот, одни отвечают за принадлежность, общность и гордость, можно сказать. Есть какие-то огромные пространства, пещеры, многофункциональные, в которых происходят всякие разные действия, связанные с такими, ну, как бы, всешкольные или какие-то большие, важные концерты, да. И такие вот пробуждающие, ну, самые разные чувства и эмоции пространства, да. Вот эта наша референция к разделению клетки. Ну, и, собственно, вот в этой структуре вот мы как раз и работали, разделив тем самым вот в таком плавающем пространстве, как раз, вот это, можно сказать, такие аудитории либо зоны, которые были встроены в это все дело, да. И весь, все это, все это пространство, оно, как бы, вот так перетекает, да. Это почти как городской или какой-то ландшафт, в котором есть устроены самые укромные разные места, да. То есть это не закрытое что-то, а это вытекающее, да, не герметичное пространство, в котором ты постоянно можешь, вот, как бы, такие кучи есть переходных пространств, вот вы имеете картинку, это как раз центральная, как бы, зона, в которой есть амфитеатр, видны вот эти цилиндрические, назовем их, классы, кластеры, да, в которых в каждом происходит что-то такое особенное, они, как бы, друг от друга отвернуты, но самое важное, что происходит между ними, да, вот здесь можно двигаться, потому что, и вот то, что вы видите, как выглядит само это здание, да, по сути делает такой большой крышный сад, громадный, мы даже планировали, что это какие-то огороды, и такая urban agriculture, да, значит, она там имеет место, это тоже часть таких каких-то прикольных лабораторных условий, и понимание, может быть, новые парадигмы будущей экономики, и так далее, уже в таком экологическом, да, эта работа, надо сказать, выполнена еще не дипломированными архитекторами, я выполнил только роль тьютора, а это студенты делали эту работу, вот она, пожалуй, так вот передает, что ли такие отчасти основные смыслы, да, и вот под этим садом находится большое такое публичное прикольное пространство, в котором есть где двигаться, есть где коммуницировать, и которая по-разному может быть интерпретирована, может быть очень важно, что сами преподаватели или тьюторы, они могут задавать определенные сюжеты для того, как эти пространства используются, и что хотел сказать, этот проект получил там премиум, в общем, в большом международном конкурсе, и в общем, такой свой путь наши студенты начали уже, и надо сказать, что ровно половину этой работы мы исследовали, а что такое сегодняшний образование, и как бы на него реагировали, насколько мы могли, конечно, такая работа с амбициозными концептологами школы, да, и какая-то уже интерпретация архитектуры, может быть, облегчила работу, и, может быть, они затронули более авторские, более важные моменты, и можно сказать, что вот современная школа, она гораздо более рациональней, да, потому что иногда вот эта вот коробочка класса, она как бы задает уже определенный порядок, и мы тратим большое количество времени, чтобы этот порядок преодолеть, да, чтобы его сделать демократичнее и так далее для того, чтобы, ну, вот это все-таки такие коробочки. Вот современная школа, она другая, да, нет, коробка, она прекрасная, вот какая-то, это какая-то все-таки аудитория, какая-то вот эта герметичность иногда нужна, но я думаю, что не больше, чем в 15% случаев, да, вот это какая-то интимность какого-то очень важного процесса передачи, да, и может быть, но все остальное вполне может происходить в других пространствах, и вот это очень важно, и могу сказать, что вот как основатель, сооснователь Харьковской архитектуры Гошковы мы приняли такое очень сложное решение, что мы, у нас был готов проект, он был такой вроде там перестройство здания, которое мы предлагаем завтра навестить, и мы расскажем о том, что будет происходить в этом новом высшем учебном заведении, но мы решили, что практически все, что там должно будет случиться, оно должно случиться с участием студентов, и может быть иногда очень важно выработать такую критичность к тому, как они это представляли, и как они потом это обжили, насколько, скажем, это их живозрение, их амбиции, насколько они как бы реализовались, насколько им удобно, да, и какой-то получить такую очень важную рефлексию. И вообще, конечно, могу сказать, что вот уже даже работая с детьми в архитектурной такой дисциплине показывают, что они настолько чувствительны и могут дать феноменальные результаты, какие-то рекомендации, идеи, и, конечно, на каком-то самом разном уровне, мне кажется, вот в такой педагогической практике здорово устраивать такие непосредственные какие-то, ну, например, любое занятие, проведенное в другом месте от школы, да, ну, в каком-то, которое особенно является такой подосновой к той теме, которую хочешь рассказать, например, да, или какая-то просто по-другому сесть, да, вот даже в классе, переставить мебель, это может оказаться таким, дать какой-то невероятный эффект. Ну, в общем, хотел бы сказать, что много, много, практически все педагогические крутые идеи, они могут быть имплементированы через архитектуру и тем самым усилены, да, как приблизительно, когда театральная постановка и декорации, или там, или видео и звук, да, то есть это все становится гораздо более активным, мощным, и, как бы, воздействие эффект от этих программ, от всего будет расти невероятно. Ну, с нашим бюджетом для нас больше актуальнее питание предоставить данное, чем какие-то инфраструктуры, не проекты. Ну, мне кажется, знаете, тут очень можно мечтать. Иногда, если мы говорим о пространстве каком-то, если его можно немножко менять, когда ты это делаешь сознательно, когда ты вовлекаешь все свое сообщество, да, в том числе и школьников в этот процесс это становится уже, потому что вот такое делание пространства, да, это тоже часть нашей жизни, да, все мы, там, не знаю, жители чего-то мы принадлежим, и когда мы, как бы, меняем что-то своими руками либо мыслями и так далее вокруг, это значит, что мы, как бы, управляем средой нашего обитания, которое, с одной стороны, всегда во многом формирует нас, и мы формируем ее, в том числе, да, это такой процесс, таких тоже перетекающих. А Вы говорили о проектах, ну, в Чехии, это там, в тех странах, сделаны студенты проекты, и там это, ну, пошло, а у нас на Украине делают? Вы знаете, ну, к сожалению, у нас такая мечта, вот мы офис, мы сделали три школы за рубежом, да, проектов, ну, вот здесь со студентами это был открытый конкурс, и получили третью премию, ну, в общем, такое большое было, там, 300 участников, я говорю, это сделано руками студентами, я был только как тьютор, я ничего не чертил, в архитектуру не вмешивался, только содержательную часть, как бы, выдавал, я бы сказал, рэперы, да, но, если говорить о школьном строительстве, у нас два прецедента таких новых школ, по-настоящему, обе в Киеве, и таких для аппар-класса, да, которые, на мой взгляд, они больше не про концепцию, а там все там трехслоем жиром намазаны, там, ну, не знаю, образование стоит 20 тысяч долларов или евро в год, да, и какая-то еще одна строится, ну, какая-то вторая достраивается школа, еще она тоже будет, ну, знаете, в таком смысле для меня это большое поражение, потому что школа не может стоить там 4 тысячи долларов квадратный метр, я не знаю, там, ну, какие-то там бешеные деньги, они просто размазаны повсюду, это плохой вкус, это социальная безответственность, это вот аппар-класс настраивается на то, что такая визотинщина, хотя там вроде все такое современное и так далее, но на самом деле там настолько пересыщено этими деньгами, очень ненужными какими-то вещами, и в этом смысле богатая Швейцария всегда делает такое пространство очень для образования, очень игровое, очень простое, предельно рациональное, да, оставая, потому что сам образовательный процесс, он настолько яркий, важный и так далее, ну, знаете, вот как хорошие картинки, очень важно подобрать паспарту правильно, которое было бы рапорционально, но это не значит, должны быть удобные стулья, но это не вовсе не про показать о том, что вот вы ездите в каком-то там Майбахе, да, дети, школьное строительство, ну, оставляет желать лучшего, и мне кажется, тут очень важно нам вот переосмысливать эти пространства, насколько они могут поменять, ну, и саму педагогическую модель, но это никогда не может быть просто из рук архитектора подана, всегда команда школы, да, педагогов школы должна формировать этот заказ, это должны быть совместные, что ли, переживания о том, как, что, какие цели, да, не это должно быть понимание со стороны архитектора этих педагогических моделей. Вопрос такой, вот эти три школы зарубежные, я просто опоздала, может прослушала, заказчики, это государство или это частные школы? В Клибленде это муниципалитет, и вот в этой хине под Прагой тоже муниципалитет. А сколько время вот это вот длится от заказа до реализации? Ну, вы знаете, у нас много проектов в Европе, там еще быстрее года, ну, как бы, до каких-то первого пакета разрешений, всегда это общественные дискуссии и так далее, такая процедура, ну, где-то в среднем два года до начала строительства, до того, когда есть деньги, есть фонды, понятно, какой-то, вот вся дорожная карта как проект развивается, это связано, ну, просто с разными процедурами, и общественные слушания, и чего-то, особенно такие сложные проекты, ну, вот, например, как в Чехии, там деньги Евросоюза, это локальные, в том числе, муниципальные деньги, и все очень. Мы у нас поговорили, например, и прошло лет пять, и поменялись требования, вот сейчас парты на каждого ребенка, классы, и объем класса, они располагают под 30 отдельных парт, и начинают люди, которые строят школу младшую, они начинают напрягаться, как бы, надо вроде подравняться под новые требования, но это было пять лет назад, и там заказаны двойные парты, и как разместить это все? Ну, а если мы будем имплометировать какие-то вообще мировые тренды, то мы, наверное, наткнемся еще на какие-то моменты. Но если будет новая школа, мы готовы в Минрегион Будде объяснить им, что такое современная школа. Ну, у нас правда очень много, много штуков, что такое стратегичное питание для всех – предваштувати те школы, которые у нас есть, предваштувати эти умовы того процесса начального, який выполняется. Дуже мизер, будуется новых школ. И то они не соответствуют тому, что… Ну, понимаете, вот одинаково важно софтвер и хардвер. Можно купить в программный пакет, но очень важно, куда поместить, в какой компьютер его, чтобы это все заработало. Точно так же и без идеологии, без целей, без ничего, какой бы навороченный мощный агрегат не был, как бы все равно результаты были. То есть это, мне кажется, очень важно, потому что, ну, знаете, просто когда выстроены простые вещи – гигиена, тепло, климат, вот они уже на каком-то высоком уровне, это какая-то уже база для следующей. И здесь очень важно, мы все-таки абсолютно поведенческое сознание определяется в том числе и средой обитания. И школа, она задает столько очень важных трендов. Ну, вообще, это как бы, на самом деле, институция про имеем ли мы будущее, либо нет. Ну и, собственно, вот эта материальная среда, в которой она тоже очень воспитывает, да, когда ты понимаешь, почему люди чистоплотные, все это начинаются, там, скажем, с детских, с детских опытов, да, там, смотришь, там, в Швейцарии и Дании, да, просто, или Швеции, потому что это всегда и в том числе школа не исключение. И у нас это контраст между качеством вот этой среды питания дома и где-то в общественных там, ну, особенно в школе, он разительный, да, то есть вот как деградация общего, да, и рост частного, да, там. И вот он, потом вот это перемомленное сознание, этот человек несет уже и в политику, не знаю, и когда он становится каким-то участником экономического процесса. Поэтому, к сожалению, ну, как бы это тоже важная часть, такая дорогостоящая, может быть, еще в большей степени, но, мне кажется, без которой как бы завершить идеальную школу нельзя, в том числе без вот этой среды, учебной среды. Спасибо. Извините.